Президент Республики Таджикистан Амамали Рахмон впервые совершил рабочую поездку по стране после объявления о наличии коронавируса в Таджикистане. В последний раз он выезжал в Марти в Сагдийскую область, где принял участие на праздновании Навруза. Таджикистан объявил о выявлении первого больного с коронавирусом 30 апреля. Пресс-служба президента сообщила 28 мая, что глава государства выехал сегодня утром в район Джайхун, бывший кум Сангир. По официальной информации, в Джайхуне Рахмон знакомится с условиями жизни населения с ситуацией по использованию посевных площадей дехканскими хозяйствами. Серия фотографий показывает таджикского лидера, посещающего сады и поля в этом районе. По сравнению с предыдущими визитами, в этот раз на пути его следования ковровые дорожки не стелили. В ходе поездки Эмма Маля Рахмон ознакомился с ходом сбора урожая пшеницы и состоянием агротехники, которая задействована на хлопковых плантациях в обществе с ограниченной ответственностью Аграрный Союз с Вадейзарин. Этот Аграрный Союз был создан в 2013 году по инициативе самого президента. Далее в сообщении пресс-службы говорится, что президент посетил в ходе поездки центральную районную больницу Джайхуна и ознакомился с возможностями этого медицинского учреждения по предотвращению распространения инфекционных заболеваний и провел встречу с работниками больницы. На фотографиях видно, что встречи проходили с соблюдением социального дистанцирования и с применением средств индивидуальной защиты. Однако из фотографии или сообщения пресс-службы неясно, встречался ли президент с пациентами больницы. В Душанбе президент также ограничился посещением вновь отстроенных больниц и нигде с больными не встречался. Президент Рахмон на встрече с врачами больницы сказал, что с объявлением пандемии коронавируса в мире правительство Таджикистана с первых же дней начало принимать необходимые меры для предотвращения эпидемии. В то же время критики постоянно упрекают власти Таджикистана в сокрытии информации о коронавирусе, несвоевременном оповещении населения о надвигающейся пандемии, непринятии мер по введению всеобщего карантина в стране и за то, что поступающая гуманитарная помощь из других государств распространяется от имени руководства страны. М. Амали Рахмон во время своего выступления подчеркнул, что считает важным ту работу, которую проделало правительство страны по оснащению больниц и оздоровительных центров необходимыми медицинскими аппаратами и оборудованием, обеспечению медиков специальной защитной одеждой, антивирусными средствами, а также организацией временных инфекционных больниц. Но несмотря на принимаемые меры, врачи в столице и других регионах страны жалуются на нехватку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Некоторые из врачей говорят, что купили защитные комбинезоны и маски за свой счет. Визит президента Рахмона в Катлонскую область проходит в условиях, когда за последний месяц в стране выявлены сотни случаев заболевания коронавирусом и власти призывают граждан к бдительности и соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Власти говорят, что лечение больных коронавирусом бесплатное, однако пользователи социальных сетей пишут о том, что лечение проводят за собственный счет, и с них требуют до 5000 долларов за лечение. Источник из администрации Катлонской области сказал, что есть также решение о том, что встречу президента и открытие культурного центра они должны проводить не с широким участием населения, а в ограниченном кругу чиновников. Президент страны на встрече с руководителями и активом района Джайхун призвал их развивать и дальше экономику региона и лишь однажды упомянул о коронавирусе, сказав, что коронавирус вызвал серьезное беспокойство на всей планете, в том числе и у жителей Таджикистана, и поэтому повышение уровня обеспеченности медицинских учреждений страны является одной из важнейшей обязанностей руководителей органов исполнительной власти городов и районов. Согласно народному списку на сегодняшний день насчитывается 354 жертв коронавируса и пневмонии в стране. Список основан на сообщениях СМИ, социальных сетей и информации родственников умерших, сообщает Ради Азади. Дорогие друзья, пожалуйста, поддерживайте наш канал лайками и комментариями. Подписывайтесь на наш YouTube канал и будьте всегда в курсе последних событий в Таджикистане и мире. Редактор субтитров А.Семкин